Да, Димон ярок, анекдотичный, он людоедист, он производит, но дураков впечатление неукротимого и опасного. Пока жив Путин, да, Медведев таким является, но он такой, надо понимать, хеликобастер, это такая микрофлора путинского кишечника, ну, в крайнем случае он, возможно, демодекс, но не очень жирный. Я сейчас объясню, что это значит. Война по-прежнему как жила, так и живет в одной единственной голове, в голове Путина. Шизанутые фрики Госдумы и правительства не в счет, они подвывают хозяину, и если президентом России станет гей, то депутаты первыми натянут стринги и покрасят глаза. За свой миллион в месяц. Но там, разумеется, есть персонажи чуть покрупнее, но вот тот же самый Зюганов Гена вроде был забавным персонажем, но Путин, Путин выил его изнутри, и теперь это просто кожаная кукла. А вся комарилья, которая кажется грозной, кровожадной, ну, Слуцкий рано или поздно займет свое законное место в витрине ГУМа, просто манекен. То есть надо понимать, что они все ничтожества, сами по себе неодержимы ни войной, ни миром, ни правдой, ни ложью, ни злом, ни добром. Они паразиты, живущие на теле и в теле своего хозяина Путина, причем ставшие такие, ставшие монофагами. Они не могут питаться ничем другим, кроме его крови, его перхоти, его кожного жира. Все очень конкретно. Ну, вы, вероятно, все знаете, что каждый человек носит примерно 2 килограмма бактерий и микроорганизмов, которые к его организму и телу не имеют никакого отношения. Они не все, не совсем микро. Ну, вот помимо всяких там обитателей сальных желез, фолликул, демодексов, есть хеликобастеры, которые обитают в глубинах организма и не имеют оттуда возможности выбраться. Ну, этим вообще деваться некуда. И в случае смерти хозяина они погибают вместе с носителем. Им некуда бежать, их положение бедственное, и помощи им ждать неоткуда. А вот зато есть всякие клещи демодексы, обитающие у каждого в коже лица, в волосяных фолликулах. Вот они имеют некоторые шансы на спасение, и спасителями, как правильно, выступают любители чмокнуть в лоб покойника на похоронах. Вот там эти вот оголодавшие микро-микро-микро-микро-паучки демодексы цепляются за губы и быстренько расползаются по новой поляне, по новому лицу. Ну, демодексы, по нашей аналогии, это интеллигенция, это эстрада, писатели, сейчас выбравшие путинизм, но вполне способные переселиться и на нового хозяина тоже, и быть счастливы. Конечно, им придется привыкать к новой группе крови, к новому отличному составу кожного сала, но они с этим, конечно же, справятся.